МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот день, 2 апреля, Радирис, князь Новгород-Северский Игорь Святославич, главный герой поэмы «Слово о полку Игореве». Анатолий Серов – знаменитый летчик 30-х годов. В его честь назван город Серов Свердловской области. В этот день, 2 апреля 1698 года, Петр I, будучи в Лондоне, наблюдал совещание парламента с английским королем. Поскольку Петр делал это, сидя на крыше, родилась шутка. Я видел редчайшую вещь на свете, а именно короля на троне и императора на крыше. 2 апреля 1812 года в России была взорвана первая электрическая подводная мина изобретателя Павла Шиллинга. 2 апреля 1833 года вышло в свет полное издание романа Александра Пушкина «Евгений Онегин». 2 апреля 1950 года на дрейфующей льдине организована станция «Северный полюс-2». 2 апреля 1996 года Россия и Белоруссия подписали договор о создании общества суверенных республик. 2 апреля 1943 года закончилась операция «Зимнее волшебство гитлеровцев против советских партизан». Небольшая Белорусь в годы Великой Отечественной войны стала символом партизанской борьбы. Так, в партизанском движении прямо участвовало до 150 тысяч человек, не считая помогавших им мирных жителей. О размахе этой борьбы косвенно свидетельствует и активность оккупантов. За три года проведено более 130 антипартизанских операций, хотя устранить постоянную угрозу своим тылам немцам так и не удалось. Карательная операция со сказочным названием и трагическим содержанием «Зимнее волшебство» проходила на севере Белоруссии. Действия подпольщиков в этой местности оккупационное командование оценивало серьезно. Наличие большого скопления партизан в рассонах означает всю возрастающую опасность. В результате этого подвергается риску дальнейшее пополнение и снабжение северной части центрального участка фронта. Из этого вытекает создание благоприятной обстановки для проведения операции Красной Армии в тылу немецких войск. Так говорилось в докладе, отправленном в Берлин в начале января 43-го года. 28 января началась первая антипартизанская операция под названием «Заяц-Беляк». За две недели рейдов охраны дивизии части ССовского полка сумели уничтожить только отдельных партизан. Реальным результатом стало сожжение 260 домов, убийство 1250 жителей. Это была своего рода репетиция перед самой большой кратной акцией. Цель зимнего волшебства – создание 30-километровой мертвой зоны на белорусско-латвийской границе. Семь латышских полицейских батальонов, общей численностью свыше 4000 бойцов, составили основную ударную силу операции. Украинский полицейский батальон, силы СС, находились в резерве. В приказе обер-группенфюрера Эккельна за 15 января 1943 года дана задача – бандитов и подозреваемых расстреливать. Всех остальных лиц, если только они работоспособны, включая приводных детей, СД в тесном взаимодействии с воинскими частями надлежит доставлять в тыл. На следующий день началось кровавое волшебство. Первой деревней на пути карателей стала деревня Бегосова. В ней расстреляно 15 бандитов и 10 подозрительных лиц. Правда, оружие пред них не обнаружили. Скорее всего, это были мирные жители. В следующие полтора месяца с немецкой скрупулезностью почти каждый день поступали донесения о числе сожженных домов, убитых жителях, угнанных на работы. Деревня Росица, убито 206 человек и снова безоружных. Потом туда же стали сгонять людей из других населенных пунктов. Кого-то отправили в концлагеря, кого-то расстреливали. Несколько сотен сожгли заживо в местном костеле. Только 11 марта партизаны попытались оказать сопротивление. У местных отрядов появился единый командующий, представитель белорусского штаба партизан Андрей Бардадын. Однако переломить ситуацию им не удалось. Оккупанты за месяц создали необходимую им мертвую зону, в прямом смысле слова. Сожжено 439 населенных пунктов, убито свыше 13 тысяч человек. Больше 7 тысяч угнаны на работы и в концлагеря. Выжившие свидетели событий вспоминали чрезвычайную жестокость карателей. Женщин, детей, стариков резали, жгли и пытали. Ставшая символом бессмысленной жестокости нацистов в Беларуси, Хатынь далеко не единственная черная страница в истории оккупации. Десятки сел и деревень в ходе операции превратились в пепел.